Сегодня вашему вниманию будет предоставлена лекция на тему «Медицинская гельминтология. Тип плоские черви». Лекцию читает доцент кафедры биологии медицинской Демиденко Любовь Анатольевна. В лекции будут изложены следующие вопросы. Медицинская паразитология, медицинская гельминтология, роль академика Скрябина в развитии гельминтологии, роль сотрудников кафедры биологии Крымского государственного медицинского института в развитии медицинской гельминтологии, классификации гельминтов, общая характеристика типа плоские черви, общая характеристика класса сосальщики, представители печеночный сосальщик, кошачий сосальщик, манцетовидный сосальщик, кровяные сосальщики, шестозомы, их систематическое положение, морфология, жизненный цикл, патогенез и клинические проявления, диагностика и профилактика заболеваний, вызываемые этими гельминтами. Также будет рассмотрена общая характеристика класса ленточные черви, представители свиной цепень, бычий цепень, карликовый цепень, лентец широкий и хинокок, их систематическое положение, морфология, жизненный цикл, патогенез и клинические проявления, диагностика и профилактика заболеваний, вызываемых этими гельминтами. Наука, изучающая явления паразитизма, биологию и экологию паразитов, а также вызываемые ими заболевания и меры борьбы с ними, называется паразитология. Выделяют фитопаразитологию, медицинскую паразитологию, ветеринарную паразитологию. В процессе эволюции органического мира многие виды живых существ приспособились к паразитированию в организме человека, вызывая у него порой довольно тяжелые заболевания. Таким образом, чисто биологическая закономерность нашла свое реальное отражение в медицине и требует от врача четкого понимания сложного комплекса явлений паразитизма в свете взаимосвязи паразит и его хозяин – человек. Медицинская паразитология изучает паразитов человека, разрабатывает научные основы борьбы с ними, а также методы диагностики, лечения, профилактики паразитарных заболеваний. Раздел паразитологии, изучающий гельминтов человека, животных и растений, а также вызываемые ими болезни и меры борьбы с ними, называется гельминтология. Гельминты – это паразитические черви человека, животных и растений. Заболевания, вызываемые внедрением в организм человека паразитических червей, гельминтов, называются гельминтозы. Известно более 250 видов гельминтов, паразитирующих в организме человека. В русских названиях гельминтозов используется латинский корень родового имени соответствующего гельминта с присоединением окончания «ос» или «ес», например, фасциолез, энтеробиоз, тениоз, трихинелез. Весомый вклад в развитие гельминтологии внес русский ученый-академик Константин Иванович Скрябин. Под руководством Скрябина проведено свыше 300 экспедиций, имевших большое значение в изучении гельминтофауны человека и животных, а также в разработке комплекса плановых оздоровительных мероприятий в медицине и ветеринарии. Константин Иванович Скрябин – основатель гельминтологической науки в нашей стране. Он писал следующее. «Моя специальность – гельминтология, то есть я занимаюсь изучением тех неприглядных червеобразных животных, которые ведут скрытый образ жизни, проникая во все органы и ткани животных и растений, истощая их и часто приводя к гибели. И мне думается, что общие усилия ученых-гельминтологов, врачей и всего населения приведут к желаемым результатам. Мы избавимся от многих наиболее патогенных видов паразитических червей». Константин Иванович Скрябин лично описал свыше 200 новых видов гельминтов. Его многотомные монографии, посвященные всестороннему описанию отдельных групп гельминтов, до сих пор пользуются всемирным признанием. Он выдвинул принципы дегельминтизации и девастации. Дегельминтизация – это лечение больных, система профилактических мероприятий по уничтожению паразитов на всех стадиях развития. Девастация – это полная ликвидация того или иного вида на территории страны. Девастация – это комплекс активных методов борьбы с инвазионными и инфекционными болезнями человека, животных и растений в целях рационального истребления возбудителей этих болезней в отдельных географических или хозяйственных зонах. Термин предложил Скрябин в 1944 году. Различают тотальную и парциальную девастацию. При тотальной девастации проводят мероприятия по полной ликвидации отдельных видов гельминтов на определенной территории, район, края, республика для стойкого оздоровления населения и животных. При этом происходит уничтожение гельминтов на всех стадиях развития. Цель парциальной девастации – не полное уничтожение, а резкое снижение заболеваемости некоторыми гельминтозами в отдельных очагах, например, детские сады, школы, университеты. Девастация включает этапы выявления и лечения больных, обеззараживания очага, санитарно-просветительная работа. В результате, в развитии гельминтологии наша кафедра внесла существенный вклад, особенно в то время, когда заведующим кафедрой был Оскар Яковлевич Мерецкий, крупнейший представитель Отечественной школы гельминтологов. В течение 30 лет, с 1938 по 1968 годы, он возглавлял биологический коллектив. Его научные интересы в области гельминтологии были чрезвычайно разнообразны. Тема его докторской диссертации называлась «Адаптация из гельминтов к условиям внешней среды» и ее значения в разработке и проведении противогельминтозных мероприятий. При его участии совместно с кафедрой зоологии Симферопольского педагогического института, ныне Таврический национальный университет, проводились паразитологические конференции. Исследования крымских ученых привлекли внимание академика Константина Ивановича Скрябина. Он посещает Симферополь и знакомится с работой кафедры биологии. Это запечатлено на фото, где Скрябин и биологический коллектив. В центре Константин Иванович Скрябин, слева второй профессор Аксар Яковлевич Мерецкий. Аскар Яковлевич Мерецкий возглавлял ряд экспедиций по изучению гельминтофауны Крыма. Провел ряд мероприятий по оздоровлению от гельминтозов населения в районе строительства Северокрымского канала. Он организовал в городе Симферополе совместно с областным СЭС гельминтологический полустационар. Профессор Мерецкий был пламенным пропагандистом паразитологической науки. Под его руководством проходили республиканские конференции по гельминтологии. Он на протяжении многих лет являлся председателем Крымского филиала научного общества паразитологов. Огромная работа была проделана в 70-е годы доцентом Поляковой Эмой Георгиевной в области изучения особенностей морфологии карликового цепня и развития заболевания геменолепидоза. Более подробно об этом будет далее еще рассказано. Классификация гельминтов. В основу эпидемиологической классификации гельминтов, предложенной Скрябином и Шульцем, в 1931 году положено определение места обитания личинки. Данная классификация делит всех гельминтов на две группы. 2. Биогельминты и геогельминты. Биогельминты это гельминты, личинки которых развиваются в организме промежуточного хозяина. 3. В жизненном цикле паразита есть промежуточный хозяин. Например, плоские черви, ришта имеют промежуточных хозяев. Геогельминты это гельминты, личинки которых развиваются во внешней среде. Промежуточный хозяин отсутствует, например, аскорида, острица, власоглав. В соответствии с современной биологической классификацией, паразитические черви относятся к двум типам животных. Это тип плоские черви, плотельминтес. Важное медицинское значение имеют два класса. Класс сосальщики, трематоды, и класс ленточные черви, цистеидея. И второй тип круглые черви, немательминтес, представители острицы, аскорида, власоглав, трихинелла. Важное значение имеют класс собственно круглые черви. Общая характеристика типа плоские черви. Развиваются из трех зародышевых листков. Тело сплюснуто в дорсовентральном направлении. Обладают билатеральной симметрией. Тело плоских червей защищено однослойным эпителием. У свободно живущих ресничных червей клетки покрова внесут многочисленные реснички. У паразитических червей клетки эпителия сливаются, образуя синцитии. Причем ядра уходят под базальную мембрану. Такой покров носит название гиподерма. Его верхняя безъядерная пластинка называется тегументом. Под эпителием лежит три слоя мышц. Наружный слой представлен кольцевой мускулатурой, внутренней – продольной. Между ними обычно расположена диагональная мускулатура. Эпители и мускулатура формируют кожно-мускульный мешок. Полость тела отсутствует. Пространство между органами заполнено паренхимой. Характерно наличие системы органов. Пищеварительная система, которая представлена ртом, глоткой пищевода и слепо заканчивающимися ветвями кишечника. У ленточных червей пищеварительная система отсутствует. Имеется выделительная система, она протонефредиального типа. Хорошо развита половая система. Органы чувству паразитических плоских червей развиты слабо. Нервная система, ортогонального типа, лестничная, состоит из парного головного нервного ганглия узла и отходящих от него нервных стволов, тянущихся вдоль тела. От головного узла и стволов отходят нервы, идущие к коже, мускулатуре и внутренним органам. Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют. Паразитические черви являются анаэробными существами. То есть поступление кислорода не нуждаются. Большинство особей гермафродиты. Для паразитических плоских червей характерны определенная специализация и упрощение в строении некоторых органов, обусловленная паразитическим образом жизни. Специализация проявляется наличием приспособлений для фиксации в организме хозяина, мощным развитием половой системы, интенсивностью размножения на разных этапах развития, отсутствием органов чувств у половозрелых форм. Плоские черви имеют сложные циклы развития с прохождением ряда стадий. На этих стадиях осуществляется половое размножение как с оплодотворением, так и без него, то есть партеногенетическим. Это обеспечивает огромное число потомков, необходимое для поддержания существования вида. Итак, двусторонняя симметрия, покровы тела представлены тягументом, выделительная система протонефридиального типа, нервная система, окологлоточное кольцо и нервные стволы, пищеварительная система, рот, глотка, пищевод, ветви кишечника слепо замкнутые. Имеются органы фиксации, крючья, присоски ботрии, это у ленточных червей, половая система гермафродитная, имеется мужская и женская половая система, имеют сложное строение, сложный цикл развития с несколькими промежуточными хозяевами. Личиночные стадии триматод и цистот. У триматод, мироцидис, пароциста, редия, циркария, у некоторых представителей адолескария и есть метоциркария. У цистот есть процеркоид, плероциркоид, кароциди, онкосфера, цистициркоиды, эхинококовые пузыри и так далее. Тип плоских червей включает три класса. А это класс турбилярия. Ресничные черви это свободно живущие, покрытые ресничками, имеют глаза. Представителем является молочно-белая планария. Класс триматода, сосальщики. Все паразиты имеют две присоски, ротовую и брюшную присоску. К сосальщикам относятся печеночные, ланцетовидные, кошачьи сосальщики. Класс ленточные червицы стода. Паразиты в строении выделяют головку, сколикс, который несет органы фиксации, шейку, стробило, тело, состоящее из проглотитчленников. К ленточным червям относятся бычий, свиной цепь, нелентец, широкий, хинокок. Систематическое положение сосальщиков относится к домену эукариота, царству анималии или зообиота, по царству эуметазоа, тип плотельминтез, класт риматода. Такие виды, как фасеола гепатика, это печеночный сосальщик, аписторхис филинеус, кошачий сосальщик, декроцелиум лансатум, ланцетовидный сосальщик, парагонимус вестермания, легочной сосальщик, шестозома гематобиум, шестозома кровяная, шестозома мэнсони, шестозома мансония, шестозома япоником, шестозома японская. Общая характеристика класса сосальщики. Тело сплющено в дорсовентральном направлении. Половозрелая особь имеет листовидную форму. Тело покрыто кутикулой. Рот расположен на терминальном конце тела. Окружен мощной мускулистой присоской. На брюшной стороне имеется еще одна присоска брюшная. Дополнительные органы прикрепления у некоторых видов – мелкие шипики, покрывающие все тело. У сосальщиков отсутствует полость тела. Внутренние органы располагаются в паренхиме. Пищеварительная система включает рот, глотку, пищевод, слепозаканчивающиеся кишки. У мелких видов сосальщиков представляет собой мешок или два слепозаканчивающихся канала. У крупных видов она сильно разветвляется. Помимо функции пищеварения, она выполняет еще и транспортную роль. Перераспределяет продукты питания по всему телу. Выделительная система представлена разветвленными протонефридиями. Нет кровеносной системы. Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца, от которого отходят нервные стволы. Сосальщики гермафродиты. Только шестозомы раздельно полые. Мужская половая система представлена парой семьяков, двумя семипроводами, семиизвергательным каналом, копулятивным органом цируса. Женская половая система включает яичник, яйцеводы, желточники, семиприемник, матку, уати, половую кладку. Желточники обеспечивают яйцо питательными веществами, скорлуповые железы оболочками, осеменение внутреннее, перекрестное. Яйца созревают у матки. Как все паразиты, сосальщики производят большое количество яиц. Все сосальщики являются биогельминтами. Для них характерны сложные жизненные циклы с чередованием полового и портеногенетического размножения. Со сменой поколений, наличием одного или нескольких промежуточных хозяев. Промежуточный хозяин – это организм, в котором проходит личиночная стадия паразита. Окончательный, основной хозяин – это организм, в котором паразит достигает половой зрелости и развивается половым путем. Половозрелые особи – мариты – продуцируют яйца, которые выводятся с фекалиями дефинитивного хозяина в окружающую среду. Зрелое яйцо – триматоды – имеет сформированную, покрытую ресничками личинку – мироцидий. В воде при нормальной температуре через 19-20 дней мироцидий выходит из яиц. На переднем конце тела мироцидия имеется головной ганглий, глазок и особая железа, секрет которой позволяет проникнуть в промежуточного хозяина. Внутри мироцидия можно различить зародышевые шары, яйцевые клетки, которые, развиваясь партеногенетически, дадут новое поколение личинок. Личинка способна самостоятельно отыскивать промежуточного хозяина, используя различные виды таксиса. Мироцидий должен попасть в организм промежуточного хозяина моллюска, строго специфичного для данного вида паразита. Мироцидии в тканях моллюсков преобразуются в примитивные формы спороцисты, содержат зародышевые оболочки. Форма спороцисты мешковидная, размеры варьируют. Питание, выделение ферментов, всасывание осуществляется через покровы. Зародышевые клетки спороцист дают начало новому поколению, редиам, способным к дальнейшему размножению в тканях промежуточного хозяина. Редии, у некоторых видов стадия может отсутствовать, имеют ротовую присоску, форма тела изменчива. У них есть кишечник, он развит не одинаково у разных видов. Есть протонефридии, зачатки нервной системы, генеративные клетки. Бывает несколько генераций реди, материнские и дочерние. Из реди образуются циркарии, подвижные формы. Циркарии имеют признаки, присущие герментативным особям. Присоски, форма тела, строение пищеварительной, выделительной, нервной систем. И имеют адаптивные признаки. Глаза, хвост, телет, железы проникновения. Циркарии покидают моллюска с помощью хвоста. Некоторое время плавают, а затем проникают в тело второго промежуточного хозяина. И там превращаются в метациркарии. Капсула метациркария формируется из тканей хозяина. Циркарии печеночной двуузки, фасцологи патика, не внедряются в тело других животных, а образуют покоящуюся форму цисту, которая называется адолискария. Она находится на поверхности прибрежных растений. Циста адолискария многослойная, непроницаема для воды и химических веществ. Такой цикл развития обеспечивает огромное количество потомков. Из одного яйца может развиться 160 циркария. У шестозом еще больше. Одно яйцо образуют тысячи циркарий. Метациркарий и адолискарий – это инвазионные стадии. Их заглатывание приводит к заражению окончательного хозяина. Заражение окончательного хозяина происходит только при употреблении в пищу инвазионных стадий. Итак, печеночный сосальщик фасола гепатика принадлежит к царству животные, по царству многоклеточные животные, тип плотельминты с плоские черви, кластериматода, сосальщик или двуустки, отряд плагиорхиды, семейство фасциолиды, род фасола, вид фасола гепатика, печеночный сосальщик или двуустка. Тело печеночного сосальщика плоское, листовидное, серого цвета, с коричневатым оттенком. Длина тела 30-50 мм, ширина 6-13 мм. Передний конец, на котором находятся ротовая и брюшная присоски, сужен. Затем тело расширяется. Задний конец снова сужается. Имеется рот, глотка, пищевод, две ветви кишечника. Содержат большое количество боковых ветвящихся выростов. Не доходят до заднего конца тела и заканчиваются слепо. Выделительная система протонефридиального типа. Многолопастная матка лежит позади брюшной присоски. За маткой в переднее третье тело на правой стороне находится непарный разветвленный яичник. По бокам тела расположены многочисленные желточники. Основную часть тела занимают сильно ветвящиеся семенники. Жизненный цикл фасолы гепатиков включает дефинитивного хозяина и промежуточного хозяина. Дефинитивные окончательные хозяева – это травоядные животные, крупный мелкий рогатый скот, свиньи и лошади, а также человек. Промежуточный хозяин – пресноводный моллеск, малый прудовик, гальба трункатула, обитающий в стоячих водоемах. Фасолы выделяют незрелые яйца, которые с желчью попадают в кишечник и выделяются с испражнениями хозяина. При температуре 20-30 градусов в яйцах через 2 недели развиваются мироцидии. При более низких температурах развитие яиц замедляется. Продолжительность жизни мироцидия в воде не более 2-3 дней. Мироцидий внедряется в организм прудовика. Прикрепляясь к его телу, он начинает выделять секрет. Ткани моллюска расщепляются и личинка попадает внутрь. Там мироцидий сбрасывает ресничный покров и превращается в спороцисту – портеногенетическое поколение сосальщика. В спороцисте развивается следующее поколение – ридии, которые затем, в результате разрыва ее стенки, выходят и проникают в печень моллюска, где также размножаются портеногенетически. Из ридии развиваются циркарии. Они имеют хвост. После выхода из моллюска быстро инсестируются на подводных растениях, превращаясь в адолескариев, которые появляются преимущественно в середине лета. Инвазионная стадия для окончательного хозяина – только адолескарии. Заражение животных и человека происходит при проглатывании адолескариев вместе с травой или водой из открытых стоячих водоемов. Попав в кишечник окончательного хозяина, адолескарии эксцистируются, личинки проникают через стенку кишечника, мигрируют в брюшную полость, а затем через капсулу и паренхему печени в желчные протоки. Второй путь миграции – гематогенный через вены кишечника, воротную вену, а затем в желчные протоки печени. От момента попадания адолескария в организм дефинитивного хозяина до развития половозрелой стадии проходит 3-4 месяца. Срок жизни фасциол в организме человека составляет 5 лет и более. Заболевание, которое вызывается фасциолой гепатикой, называется фасциолез. Фасциолез – это гельминтоз, который вызывается фасциолой гепатикой или фасциолой гигантика. Заболевание преимущественным поражением гепатобилиарной системы и склонное к хроническому течению. Этот гельминтоз распространен в большинстве стран мира. Начиная с 1950 года фасциолез человека был выявлен в 61 стране. Особенно часто он встречается в тех регионах, где развито животноводство. В Европе наиболее неблагополучными по фасциолезу человека странами признаны Франция, Португалия, Испания, Великобритания. 1. Человек заражается при питье воды из загрязненных адолескариями водоемов или при купании в них, а также при употреблении в пищу обычных огородных овощей, например, крест-салат, лук, которые поливали водой из таких источников. Пик заражения приходится на летние месяцы. 2. Фасциолы гепатика паразитируют в желчных протоках и желчном пузыре преимущественно у крупного мелкого рогатого скота и других травоядных животных. Изредка встречается и у человека. Фасциолы оказывают на хозяина механическое, токсико-аллергическое действие и способствуют бактериальной инфекции. Продвигаясь по печеночной ткани, фасциолы повреждают капилляры, паренхиму, желчные протоки. Образуются ходы, которые в дальнейшем превращаются в фиброзные тяжи. Паразитирование в желчных протоках фасциолы гепатика приводит к повреждению эпителия, создает входные ворота для гноеродной микрофлоры с развитием гнойного холецистита, абсцесса печени, холонгита, механической желтухи. Возникают серьезные нарушения функции печени, расстройства пищеварения, истощения. Степень выраженности деструктивных изменений зависит от количества паразитов, внедрившихся в печень. Изредка наблюдается занос фасциол под желудочную железу, легкие брюшную полость и другие ткани с соответствующими клиническими проявлениями. Основным методом лабораторной диагностики является овогельминтоскопия, обнаружение в фекалиях яиц гельминтов. Также яйца паразита могут быть выявлены при исследовании дуоденального содержимого. Размеры яиц 130-150 на 70-90 микрон. Имеют овальную форму, тонкая оболочка желтого или желтовато-коричневого цвета. Имеют крышечку. На нижнем полюсе есть бугорок. Внутри яйца находятся многочисленные желточные клетки. При лабораторной диагностике врачу следует помнить о транзитных яйцах, которые могут быть обнаружены у здорового человека при употреблении печени зараженных фасциолезом животных. В подобных случаях необходимо провести повторное исследование фекалий через 3-5 дней после исключения из рационной печени и субпродуктов. Идиогенные яйца – это яйца, выделяемые паразитом, обитающим в организме хозяина. Также для диагностики используют сирологические исследования в первые 3 месяца после заражения, когда полозрелые фасциолы еще не выделяют яиц. Профилактика. Общественная профилактика. Большое значение для профилактики имеют ветеринарные мероприятия, направленные на ликвидацию фасциолеза в хозяйствах. Профилактическая дегельминтизация скота, смена пастбищ, скармливание животным сена с неблагополучных по фасциолезу лугов не ранее, чем через 6 месяцев после уборки, когда адолискари уже погибнут. Борьбу с моллюсками, промежуточными хозяевами фасциол, проводят путем мелиорации заболоченных участков земель. Используют также химические средства борьбы с моллюсками – моллюскоциды. Обязательным компонентом комплекса профилактических мероприятий должна быть санитарно-просветительная работа среди населения, проживающего в эндемичной по фасциолезу местности. Следующий представитель сосальщиков – это кошачий или сибирский сосальщик – Аписторхис филинеос. Аписторхис филинеос принадлежит царству анималия, подцарству эометазо, типу плотельминтес, классу триматода, отряду дигенея, семейство Аписторхиды, род Аписторхис, вид Аписторхис филинеос – кошачий сосальщик. Впервые Аписторхис филинеос был обнаружен в печени кошек итальянским ученым Себастьяно Револто в 1884 году. У человека этот паразит был найден в 1891 году русским паразитологом Константином Николаевичем Виноградовым. Кошачья двуустка имеет следующее строение. Тело удлиненное, длина 10-13 мм, на переднем конце тела расположены две присоски – ротовая и брюшная. Пищеварительная система представлена ртом, глоткой, пищеводом и двумя неразветвленными ветвями кишечника, которые заканчиваются слепо и доходят до заднего конца тела. Два розетковидных семенника располагаются в задней части тела. Между ветвями кишечника и семенниками лежат яичник и семиприемник. Желточники располагаются по бокам тела, между каналами кишечника и краем тела. Выделительная система протонефридиального типа. Имеется центральный выделительный канал, S-образно изогнутый в задней части тела. Нервная система стволового типа. Жизненный цикл «Аписторхис филинеус» описал в 1930 году немецкий гельминтолог Ганс Фёгель. В жизненном цикле этой триматоды два промежуточных хозяина – пресноводные улитки и рыбы. Окончательными хозяевами являются млекопитающие, употребляющие рыбу, такие как кошки, лисы, тюлени, росомахи, куницы и люди. Яйца со сформировавшимися мироцидиями выделяются наружу из кишечника окончательного хозяина и для дальнейшего развития должны попасть в водоем. Здесь они проглатываются первыми промежуточными хозяевами – пресноводными моллюсками бетиния, в кишечнике которых вылупляются мироцидии. Эти личинки, проходя через стенку кишки, проникают в гемоцель моллюска и превращаются в материнскую спороцисту. Последние образуют реди. Через 4-6 месяцев наступает следующая стадия – циркария. По достижении инвазионной стадии циркарии выходят из моллюска в воду. И при помощи секрета особых желез прикрепляются к коже рыб семейства карповых, таких как линь, язь, елец, сазан. Это вторые промежуточные хозяева. Затем они активно внедряются в подкожную клетчатку и мускулатуру. Теряют хвост и спустя сутки инцестируются, превращаясь в мета циркария длиной 0,23-0,37 мм и шириной 0,18-0,28 мм. Они покрываются толстой соединительно-тканной оболочкой. Через 6 недель мета циркарии становятся инвазионными и рыба служит источником заражения окончательных хозяев. Окончательный хозяин заражается при употреблении недостаточно термически обработанной, малопросоленной, недостаточно провяленной рыбы. В желудке мета циркарии высвобождаются из цист и уже через 3-5 часов активно двигаются, мигрируют в печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Через 3-4 недели после заражения сосальчик становится полувозрелым и начинает выделять яйца. Продолжительность жизни кошачьей двуски может достигать 20-25 лет. Аписторхоз – это один из наиболее распространенных биогельминтозов человека в Российской Федерации. Так, в 2017 году на долю аписторхоза приходилось 78,53%, более 18700 случаев. Ареал возбудителя простирается от бассейна Енисея до западных границ Европы. Но распространение заболеваний у человека носит очаговый характер. Крупнейший в мире очаг этого заболевания сформировался в Об-Иртышском речном бассейне. Здесь регистрируют наиболее высокие показатели заболеваемости населения – до 500 на 100 тысяч. Очаги аписторхоза меньшей напряженности встречаются в бассейнах Волги и Камы, Урала, Дона, Днепра, Северной Двины. Аписторхоз – это природно-очаговое заболевание. Известны антропогенные – источник инвазии человека и домашних животных, природные – источник инвазии диких животных и смешанные очаги аписторхоза. Длительное паразитирование в организме человека приводит к тяжелым, часто необратимым изменениям во многих системах и органах. Эти паразиты печени вызывают дистрофические и некробиотические процессы. При диагностике аписторхоза принимают во внимание данные эпидемиологического анамнеза, свидетельствующие о пребывании больного в эндемичном по аписторхозу районе, употреблении им в пищу свежезамороженной, малопросоленной, недостаточно провяленной или прожаренной рыбы семейства карповых. Также используют сирологическую диагностику аписторхоза, применяют имминологические тест-системы. Однако повышенные титры специфических антител, определяемые в сирологических тестах, не дают основания для постановки окончательного диагноза. Поэтому проводится ово-гельминтоскопия. Требуется паразитологическое подтверждение. Нахождение в дуоденальном содержимом или фекалиях яиц в кошачьей двуустке, которые начинают выделяться не ранее, чем через 4-6 недель после заражения. Яйца светло-желтые, очень мелкие, 26-32 на 10-15 микрон, с крышечкой на одном полюсе и бугорком на другом. Личная профилактика. Исключение из пищи рыбы, не прошедшей хорошую термическую обработку. Метацеркарии кошачьей двуустки мелкие и не видны невооруженным глазом. В районах, где высокий риск заражения апистархозом, вся рыба семейства карповых подлежит обязательному обеззараживанию путем термической обработки, замораживания или засола. Общественная профилактика заключается в выявлении и лечении больных апистархозом, проведении санитарно-паразитологического контроля на рыбоперерабатывающих предприятиях и в торговых организациях, недопущение скармливания собакам, кошкам, свиньям зараженной рыбы, соблюдение санитарных норм в целях недопущения попадания фекалий в водоемы, так как в них обитают моллюски, промежуточные хозяева кошачьей двуустки, проведение санитарно-просветительской работы в отношении опасного заболевания апистархоза среди населения. Следующий представитель ланцетовидный сосальщик, дикроцелиум ланциатум принадлежит царству анималия по царству эуметазоа, типу плотельминты с классу триматода, отряду плагиорхиды, семейство дикроцелиида, рот дикроцелиум, бидикроцелиум ланциатум, ланцетовидный сосальщик. Тело дикроцелиум ланциатум заострено имеет ланцетовидную форму, длина 8-10 мм, ширина до 2,5 мм. В передней части тела имеются две присоски, ротовая и брюшная. Пищеварительная система представлена ртом, глоткой, пищеводой, двумя ветвями кишечника, которые заканчиваются слепо. Не доходят до заднего конца тела и не имеют боковых ответвлений. Характерная особенность – это расположение семенников в передней части тела, а матки, заполненные яйцами, в задней. Яичники имеют округлую форму, находятся посади семенников в передней части тела. Парные желточники располагаются по бокам тела. Выделительная система представлена протонефридиями. Нервная система стволового типа. Жизненный цикл анцетовидного сосальщика включает окончательного хозяина и двух промежуточных. Окончательный хозяин – это крупный мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, олени, серны, человек очень редко. Промежуточный хозяин. Во-первых, промежуточный хозяин – это наземный моллюск рода хелицела, зебрина и другие. Второй промежуточный хозяин – муравьи, рода формика. Декроцеллиум ланциатум биогельминт. Яйца ланцетовидного сосальщика из организма окончательного хозяина с развитым мироцидием попадают во внешнюю среду. Мироцидии заклатываются наземным моллюском, первым промежуточным хозяином. Мироцидий проникает в желудок, протоки печени моллюска и превращается в спороцисту первого порядка, затем спороцисту второго порядка, из которой партеногенетическим путем образуется циркария. Они активно через ткань печени внедряются в венозные сосуды и по ним в легкие моллюска. Здесь циркарии склеиваются, образуя сборные цисты, которые при дыхании моллюска выбрасываются наружу, где прикрепляются к растениям и поедаются муравьем, вторым промежуточным хозяином. В организме последнего циркарий превращается в мета-циркария, которые способны вызвать заражение окончательного хозяина. Крупный мелкий рогатый скот реже человек. Зараженные муравьи передвигаются на верхушке растений и впадают в оцепенение, что способствует поеданию их окончательными хозяевами. При случайном проглатывании муравьев мета-циркарии мигрируют в двенадцатиперстную кишку, печень и поджелудочную железу. В результате у окончательного хозяина развивается заболевание дикроцелиоз. Человек заражается дикроцелиозом при случайном заглатывании инвазированных муравьев с овощами, ягодами, травянистыми растениями. Спорадические случаи инвазии людей наблюдались на всех континентах. Дикроцелиоз травоядных млекопитающих распространен повсеместно. Особенно неблагополучны по дикроцелиозу Северный Кавказ, Чтинская область. Эта инвазия распространена в Ульяновской, Курской и Калужской областях. Весьма неблагополучны многие районы Казахстана, Средней Азии. Из европейских стран дикроцелиоз широко распространен во Франции, Польше и Турции. Патогенез и клинические проявления. Ланцетовидный сосадчик оказывает механическое воздействие на органы хозяина. Паразиты, скапливаясь в большом количестве в желчных протоках печени, закупоривают и давят на ткани органа, раздражая его. В результате нарушается желчоотделительная функция печени. Кровообращение нарушается не только в этом органе, но и во всем организме. Нарушение желчоотделения приводит к расстройству пищеварения. Дикроцели и продукты их метаболизма существенно воздействуют на обменные процессы, на минеральный обмен, углеводный обмен. При низкой интенсивности инвазии заболевание протекает субклиническим или бессимптомно. При интенсивной инвазии развивается холонгит, дискинезия с желчью выводящих путей, иногда гепатит. Наблюдается тошнота, рвота, изжога, горечь во рту, головные боли. Повышается температура тела. Больные жалуются на боли в правой половине живота или эпигастре. Печень увеличена, ее поверхность гладкая, края закруглены. Иногда увеличена селезенка. Болезнь может продолжаться до 5 лет. Возникают осложнения. В редких случаях развивается билиарный цирроз печени. Диагностика. Оба гельминтоскопия. Обнаружение в фекалиях яиц гельминтов. При лабораторной диагностике врачу следует помнить о транзитных яйцах, которые могут быть обнаружены у здорового человека при употреблении печени, зараженных гикроцеллюозом животных. В подобных случаях необходимо провести повторные исследования фекалий через 3-5 дней после исключения из рациона печени и субпродуктов. Также яйца могут быть обнаружены в дуоденальном содержимом. Яйца мелкие, слегка асимметричные, с толстой оболочкой от светлого до темно-коричневого цвета, с крышечками. Их размеры 38-45 на 25-30 микрон. ПРОФИЛАКТИКА ПРОВОДЯТ ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНАЦИИ ЗАРАЖЕННЫХ ЖИВОТНЫХ СЛЕДУЕТ ОСТЕРЕГАТЬСЯ СЛУЧАЙНОГО ЗАГЛАТЫВАНИЯ МУРАВЬЁВС ПИЩЕЙ. КРОВЕННЫЕ СОСАЛЬЩИКИ ШИСТОЗОМЫ Распространение Африка, Азия, Южная Америка, Япония, Китай, Филиппины. ШИСТОЗОМА ГЕЙМОТОБИУ – ВОЗБУДИТЕЛЬ ». ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВЕНЫ МАЛОГО ТАЗА И ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ. ШИСТОЗОМА МАНСОНе – ВОЗБУДИТЕЛЬ КИШЕЧНОГО ШИСТОЗОМОЗА. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВЕНЫ БРЫЖЕЙКИ, КИШЕЩНИКИ И ГЕМОРРОИДАЛЬНЫЕ ВЕНЫ. Шестозома японику, возбудитель японского шестозомоза, локализация вены кишечника, брыжейки, система воротной вены. Симптомы шестозомоза известны с древних времен. Яйца шестозома были найдены в египетских и китайских мумиях. Однако первое описание шестозом в 1851 году дал немецкий врач Теодор Максимилиан Бильгарц. Работая в госпитале в Египте, он во время вскрытия обнаружил триматоду, являющуюся причиной мочевого шестозомоза. Этого паразита он назвал дистомом хемотобиум. В 1856 году Генрих Меккель предложил переименовать его в Бильгарце гемотобиум. В 1858 году Вайнланд предложил название шестозома. Название шестозома гемотобиум было официально принято Международной комиссией по зоологической номенклатуре. Одновременно, наряду с работой, проводимой Бильгарцем в Японии, ученые-врачи также изучали шестозомоз. Так, в 1847 году, за 4 года до того, как Бильгарц описал новую триматоду, Яшинао Фудзи сообщил о болезни в префектуре Каванами. Он описал в деталях основные симптомы заболевания и отметил, что эти симптомы встречаются не только у человека, но также у коров и лошадей. Истинная причина болезни была ему неизвестна. И только в 1904 году причина болезни была установлена профессором медицины Фридзиро Кацурада, который исследовал симптомы у пациента в Искофе. Он выявил у 5 из 12 его пациентов яйца триматод, похожий на яйца шестозомы гематобиум. Он подозревал, что болезнь вызвана родственным паразитом, что впоследствии доказал, обнаружив в портальной вене кошки множество этих триматод. Фидзиро Кацурада назвал этого гельминта шестозомо японикум и был первым, кто описал ее морфологические особенности. Вид яиц и отличия от шестозомы гематобиум. Он провел множество исследований по изучению шестозомоза у людей. Последний случай заболевания, вызванного шестозомо япоником, был зарегистрирован в Японии в 1978 году, но встречается в некоторых регионах Дальнего Востока. До 1906 года не было единого мнения в отношении триматоды шестозома Мэнсоне. Однако шотландским врачом Патриком Мэнсоном было подмечено, что яйца в урине пациентов с шестозомозом были с шипом на конце, в то время как яйца, выделенные из фекалий больных, имели шип сбоку. И он предположил, что возможно это два вида шестозом. В 1907 году Луис же Самбон из лондонской школы тропической медицины описал шестозому Мэнсоне как паразита, продуцирующего яйца с боковым шипом. Он предложил вид назвать в честь ученого Патрика Мэнсона благодарность за одно из многих его гениальных предсказаний. Сэр Патрик Мэнсон сделал важное открытие в паразитологии и считается отцом-основателем такой области медицины, как тропическая медицина. У шестозом, в отличие от других плоских червей, имеются самки и самцы. Самец имеет длину 10-15 мм, ширину около 1 мм. Тело серовато-белого цвета, покрыто кутикулой с характерными шипиками, способствующими продвижению против тока крови. Присоски находятся в передней цилиндрической части тела. Брюшная присоска крупнее ротовой. На брюшной стороне есть продольный желоб, гинекофорный канал, в котором располагается половозрелая самка. От короткого пищевода отходят две ветви кишечника, которые в средней части тела объединяются в общую кишечную трубку. Кишечник короткий, округлые семенники в количестве 4-5 и половые протоки находятся в передней части надорзальной поверхности. Сумка цируса с дополнительными железами отсутствует. Небольшой экскреторный канал открывается терминально. Самка имеет размеры 20 на 0,25 мм. Большая часть ее тела находится в гинекофорном канале самца. Присоски развиты слабо. Кутикула, за исключением переднего конца тела и присосок, гладкая. Кишечник состоит из двух ветвей, которые сначала идут параллельно, а потом сливаются в один канал. Половая система самки представлена яичником, желточниками, яйцеводами, уатипом и маткой. Матка содержит 20-30 яиц и открывается генитальным отверстием около брюшной присоски. Яйца не имеют крышечки, имеется шип, расположенный терминально. Размеры 120-160 на 50-73 микрона. Цикл развития шестозом. Шестозом и химотобиум биогельминт. Окончательный хозяин человек-обезьяны. Из организма окончательного хозяина с мочой яйца этого гельминта попадают во внешнюю среду, где они могут развиваться только в водной среде. Причем осматическое давление в воде должно быть меньше, чем внутри яйца. В этом случае из них выходят мироцидии, которые внедряются в промежуточного хозяина пресноводного моллюска рода булинус планорбис, где превращаются сначала в материнские, а затем в дочерние спарацисты и в циркарии. Циркарии имеют вилкообразный хвост, плавают в воде, а затем проникают через кожу человека при помощи протеолитических ферментов. Это обычно происходит при купании, стирке, работе на рисовых полях. В процессе проникновения циркарии теряют хвост и превращаются в шестосому, которая по кровеносным и лимфатическим сосудам мигрирует через сердце и легкие в печень, где происходит ее быстрый рост и превращение в зрелую шестосому. После копуляции оплодотворенная самка покидает гинекофорный канал самца и проникает в венулы мочевого пузыря, где откладывает яйца. Яйца с помощью шипа на заднем полюсе прокалывают стенку сосудов и попадают в просвет мочевого пузыря, а затем наружу. В организме окончательного хозяина живут до 40 лет. В местах проникновения циркария возникают точечные кровоизлияния и папулы, которые сопровождаются зудом и отеком пораженных тканей. Миграция шестозом может сопровождаться повышением температуры, кашлем, болью в груди. Яйца своими острыми шипами повреждают ткани зараженных органов, развивается воспалительный процесс. Шестозома мансония Возбудитель кишечного шестозомоза Локализация вены брыжейки, кишечника и гемороидальные вены. По строению подобно шестозоме гематобиум. По размерам несколько меньше. Самец до 10 мм в длину, самка до 15 мм. Тело покрыто шипами больших размеров. Окончательный хозяин человек – обезьяны. Промежуточные хозяева моллюски родов планорбис, булинус. Патогенное действие. Яйца своими шипами разрушают стенку кишечника. Образуются язвы. Тяжелое осложнение позднего периода болезни. Поражение печени занесенными яйцами шестозом. Шестозома японикум – возбудитель японского шестозомоза. Локализация вены кишечника, брыжейки, система воротной вены. Отличается от других шестозом гладкой поверхностью тела. Размер самца до 20 мм. Самки до 26 мм. Японский шестозомоз – природное очаговое заболевание. Широким кругом хозяев. Окончательные хозяева – человек, а также домашние и дикие животные. Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, собаки. Однако основной источник инвазии – человек. Промежуточный хозяин – моллюск рода онкомелания. Развитие не имеет существенных отличий от других шестозом. Патогенное действие по сравнению с другими шестозомами. Японский шестозомоз характеризуется злокачественным течением и высокой летальностью. Болезнь Катаями. Лабораторная диагностика бельгарсвоза заключается в исследовании мочи после центрифугирования с целью обнаружения яиц шестозомогематобиум. Яйца овальной, слегка удлиненной формы. Один из полюсов заострен в виде шипика. Оболочка тонкая, прозрачная, без крышечки. В яйце находится мироцидий. Размер яйца 120-160 на 50-73 микрон. Лабораторная диагностика кишечного шестозомоза заключается в исследовании испражнений больного и биоптата слизистой оболочки кишечника с целью обнаружения яиц в шестозомомонсоне. Яйца овальные, слегка удлиненные. Оболочка желтоватого цвета, прозрачная, без крышечки. На боковой поверхности яйца, ближе к одному из полюсов, находится большой шипик. В яйце находится сформировавшийся мироцидий. Размер яйца 130-180 на 60-80 микрон. Лабораторная диагностика японского шестозомоза. Обнаружение яиц в фекалиях. Яйца округлые, размером 70-100 на 50-65 микрон. Рудиментарный шип в виде бугорка находится латерально. Используется сирологический анализ сыворотки крови для выявления специфических антител к шестозомоантигена с помощью иммуноферментного анализа и реакции связывания комплимента. Ультразвуковое исследование и компьютерная томография органов малого таза достаточно информативны для визуализации патологических отклонений, вызванных воздействием триматод. Профилактика шестозомоза. Общественная профилактика включает следующие мероприятия. Выявление и лечение больных шестозомозом, чистка водоемов и охрана их от загрязнения, улучшение качества водоснабжения в эндемичных районах, применение моллюскоцидов, уничтожение моллюсков промежуточных хозяев специальными химсредствами, уничтожение циркария в воде, санитарно-просветительская работа среди населения. Личная профилактика. Избегать купания и работ в тех водных источниках, где есть опасность заражения шестозомозом. Не пить сырую воду и не умываться нефильтрованной водой, использовать защитную одежду при работе на рисовых полях и при нахождении в опасных в отношении шестозомоза водоемах. Класс ленточных червей насчитывает около 3500 видов, среди которых есть паразиты человека. Тело имеет форму ленты, состоит из головки, сколекса, шейки и струбилы, содержащей чтенники, проглотиды. Размеры резко варьируют от 1 мм до 10-30 м в длину. На переднем конце тела находится сколекс, который служит для прикрепления к стенке тонкой кишки хозяина. На сколексе в зависимости от видовой принадлежности находится хоботок с ключами, присоски и две щели ботрии. Шейка является зоной роста гельминта. Именно здесь образуются новые чтенники. По мере роста шейки на ней возникает поперечная перетяжка, отделяющая задний участок, превращающийся в проглотиду. Новые чтенники постепенно отодвигают образовавшиеся ранее назад. Поэтому в передней части тела находятся самые молодые чтенники, а на заднем конце самые старые или зрелые проглотиды, которые отрываются от струбилы. В процессе перемещения чтенников к заднему концу происходит их созревание, что выражается в изменении формы и внутреннего строения. Молодые чтенники самые мелкие, но постепенно их размеры увеличиваются и при этом начинают преобладать длина или ширина. Кроме формы, со степенью зрелости чтенника изменяется состояние половой системы. В самых молодых чтенниках половая система отсутствует, затем появляются органы мужской половой системы, а затем в проглотидах, расположенных примерно в середине струбилы, появляется и женская половая система, после чего чтенник становится гермафродитным или зрелым. В дальнейшем у многих видов часть половых органов чтенников редуцируется, остается лишь матка, содержащая зрелые яйца. Такие чтенники называются зрелыми. Они находятся на концах струбилы. Количество чтенников колеблется от 3 до 5 тысяч. Кожно-мускульный мешок имеет типичное для плоских червей строение. Снаружи находится тегумент. Поверхность тегумента образует многочисленные волосковидные выросты, микротрихии, которые участвуют в процессе всасывания пищи из кишечника хозяина. Наружный слой тегумента подстилает базальная мембрана, под которой располагаются мышцы. Мышечная система представлена кольцевыми и продольными слоями, а также пучками дорсовентральных мышц. Внутри кожно-мускульного мешка находятся паренхима и внутренние органы. Паразитический образ жизни вызвал ряд изменений в строении цистот. Пищеварительной системы нет. Обитая в кишечнике хозяина, Они питаются астматически, всасывая пищу поверхностью тела, чему способствует наличие выростов на поверхности тегумента. Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют. Дыхание анаэробное. Выделительная система протонефидиального типа. Есть два боковых главных выделительных канала, в которые впадают тонкие канальцы от звездчатых клеток с мерцательным пламенем. Боковые каналы начинаются слепо у заднего конца тела, доходят до сколикса, а затем поворачивают к заднему концу тела, где впадают в непарный экскреторный пузырь, открывающийся выделительной порой наружу. После отсоединения первого зрелого членника, экскреторный пузырь не восстанавливается, а выделительная система открывается сзади четырьмя отверстиями. Нервная система представлена головным парным нервным ганглием, от которого отходят в струбилу несколько пар нервных стволов. Наиболее развитые два боковых ствола. Нервные стволы соединяются между собой поперечными перемычками. Половая система достигает исключительного развития и отличается большой сложностью строения. Цистоды, гермафродиты, характерной особенностью служат многократное повторение комплексов мужских и женских половых органов в каждом членнике, благодаря чему они обладают огромной плодовитостью. В гермафродитных членниках происходит процесс образования половых продуктов, оплодотворение и образование яиц, которые переходят в матку, где начинается их созревание. По мере поступления яиц матка увеличивается в размерах, за исключением форм, имеющих вводное отверстие в матке, и постепенно заполняет весь членник, вытесняя остальные органы половой системы. В результате у многих цистот происходит частичная атрофия половых органов, исчезают семенники и яичники. Такой членник называется зрелым. Мужская половая система состоит из большого числа пузыревидных округлых семенников. От них отходят тонкие семивыносящие канальцы, которые соединяются между собой и образуют широкий семипровод. Он направляется к половой клоаке, это полость, куда открываются протоки мужской и женской половой систем. Дистальный отрезок семипровода выполняет функцию совокупительного органа или цируса. Женская половая система состоит из яичников, яйцеводов, желточников, уотипа, матки. Яичник обычно один, но разделен на доли, две или больше, и имеет древовидную или сетевидную структуру. Яйцевод выносит яйцеклетки в уотип. Сетевидное строение имеет также желточник. Влагалище одним концом соединено с уотипом, а другим открывается в половую клоаку рядом с мужским половым отверстием. Матка может иметь различную форму. Иногда это трубка, свернутая в петли, заканчивающаяся выходным отверстием, через которое яйца выходят во внешнюю среду. Иногда это трубка, оканчивающаяся слепо. У некоторых матка мешковидная. Следует отметить одну из особенностей строения матки, имеющую значение для диагностики цистициркозов. У большинства цистот матка замкнутая, и яйца выводятся вместе с отрывающимися чтенниками. Лишь у низших цистот, у лентецов, матка открытая. Через ее наружные отверстия яйца выходят в кишечник хозяина и могут быть обнаружены в его каловых массах. В цикле развития всех цистот обязательно присутствуют две личиночные стадии – онкосфера и фина. Онкосфера или первая личиночная стадия развивается в яйце, когда оно еще находится в щеннике. Имеется шаровидная форма, несет 6 крючев. Снаружи она покрыта оболочкой, имеющей радиальную исчерченность и иногда реснички. В кишечнике промежуточного хозяина онкосфера освобождается из яйца. С помощью крючев проникает в кровеносные сосуды и стоком крови, пассивно разносится в различные части тела. В теле хозяина из онкосферы образуется вторая личиночная стадия – фина. Как правило, представляющая собой пузырь, наполненный жидкостью, внутри которого вернута одна или более головок. Личиночные стадии цистот разнообразны. Основные типы личинок – цистициркоид, цистицерк, ценур и хинококовый пузырь, стробилоцерк, а у лентеца – процеркоид и плероцеркоид. Свиной цепень. Систематическое положение относится к домену эукариоты, царству анималия, подцарству эометазоа, типу плотельминт из классу цистедея, отряд циклофилида, семейство тенииды, рот тени, вид тениа солиум – свиной цепень. Свиной цепень является возбудителем двух заболеваний. Тениоз – человек является окончательным хозяином, и цистициркоз – человек является промежуточным хозяином. Тениоз – в человеке обитает половозрелая особь паразита. Тело лентовидной формы содержит до 1000 членников, проглотит и достигает длины 2,5-3 метра. Головка – сколик с размером около 1 мм, имеет 4 круглых присоски и на хоботке венчик из одного ряда крючев, 22 или 23 вида крючев, поэтому название – вооруженный. С помощью присосок и крючев паразит удерживается на слизистой оболочке кишечника хозяина. В гермафродитных членниках между стволом матки и влагалищем находится третья дополнительная небольшая доля яичника. Зрелые членники прямоугольной формы. Матка – тениозолиум – содержит 7-12 боковых ветвей, не имеет выводного отверстия, заполнена яйцами с онкосферами. Членники, которые отрываются, выносятся пассивно с фекалиями. Яйца в испражнениях встречаются редко. Цестицеркоз – инвазия мозга и других органов и тканей, личинками, цестицерками цепня вооруженного. Может регистрироваться как осложнение тениоза. Свиной цепень – биогельминт. Зрелые членники с яйцами выделяются с испражнениями окончательного хозяина и поедаются свиньями, которые являются его промежуточными хозяевами. Из яиц выходит онкосфера – шестиключная личинка, которая проникает в лимфатические пути кровеносные сосуды, а затем разносится в различные органы. В мышцах онкосфера превращается в личинку – финну, представляющую пузырь, свернутым внутрь с колексом. Заражение человека происходит при употреблении в пищу фенозного мяса. Под действием ферментов желудочного сока оболочка финны растворяется, головка выворачивается и с помощью ключа прикрепляется к стенке кишечника окончательного хозяина. Особенностью цикла развития свиного цепня является наличие ауториинвазии, в результате чего человек может стать промежуточным хозяином. У него в этом случае развивается цистициркоз. В настоящее время на территории России регистрируют лишь спорадические случаи тениоза. Несколько чаще он встречается в Беларуси. Тениоз регистрируют во всех странах и регионах, где развито свиноводство, в том числе в Индии, Северном Китае, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Европе. Источником заражения является инвазированный человек, выделяющий с фекалиями очленники и яйца гельминта. Рассеивание их во внешней среде приводит к заражению промежуточных хозяев. Этому способствует устойчивость онкосфер к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Они переносят высыхание до 10 месяцев. В зоне умеренного климата способны перезимовать под снегом, оставаясь жизнеспособными при колебаниях температуры от 4 до минус 38 градусов Цельсия. К высоким температурам онкосферы более чувствительны. В воде при плюс 65 градусов они гибнут через 3 минуты. Летом на поверхности почвы солнечные лучи губят их в пределах двух дней, но под защитой растительности онкосферы могут выживать до 40 дней. Люди заражаются при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса свиней, иногда мяса диких кабанов и медведей. Поскольку свиньям свойственна капрофагия, их мясо иногда бывает очень сильно заражено финами. Свиной цепень обитает в верхней части тонкой кишки, фиксируясь к слизистой оболочке присосками и ключами. Он раздражает кишечные стенки. Выражены и такие механизмы патогенного действия, как токсико-аллергическое влияние продуктов жизнедеятельности, поглощение питательных веществ, стробила и герминта. При неосложненном кишечном тениозе в основном возникают расстройства функции кишечника и неврологические расстройства. Нарушение аппетита, тошнота, рвота, сфоткообразные боли в животе, неустойчивый стул, периодические головные боли, головокружение, обморочные состояния, нарушение сна. Наиболее часто встречается механическая кишечная непроходимость, перфорация кишечной стенки, холонгит, панкреатит, как осложнение. Самым опасным осложнением является цистициркоз. Цистициркоз – заболевание, при котором человек становится промежуточным хозяином, но случается довольно редко. Заражение цистициркозом происходит двумя путями. Эндогены, как осложнение тениоза у человека, зараженного ленточной формой, свиного цепня при рвоте вследствие антиперистальтики. Вместе с содержимым кишечником в желудок могут забрасываться зрелые проглотиды, наполненные онкосферами. В желудке проглотиды перевариваются, а вышедшие из них онкосферы внедряются в стенку кишечника, мигрируя с кровью и оседая в различных органах тела, где из них развиваются цистицирки. Отсюда название заболевания. В данном случае человек заражается от себя, поэтому говорят о самозаражении или аутоинвазии. Эндогенный путь связан с несоблюдением правил личной гигиены. Здоровый человек может случайно проглотить яйца, находящиеся на загрязненных пищевых продуктах и загрязненных руках. У человека цистицирки поражают головной мозг, глаза, подкожную клетчатку. Реже встречаются в легких, сердце, мускулатуре. Особенно опасно развитие цистицирков мозгов. В тканях и желудочках мозга цистицирки разрастаются очень сильно. Нередко цистициркоз мозга заканчивается смертью больного. Развитие эфины в глазу приводит к потере зрения. Лечение только оперативное. Диагностика тениоза. Яйца свиного и бычьего цепня имеют одинаковое строение. Поэтому окончательный диагноз тениоза ставят при обнаружении в фекалиях больных зрелых чтенников цепни свиного, которые отделяются группами по 5-6 экземпляров, реже по одиночке. Также проводятся сирологические исследования по крови на антитела к токсинам свиного цепня методами иммуноферментного анализа. Диагноз цистициркоза. Для идентификации поражений мозга используются методы компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, УЗИ, антиграфии головного, ангиографии головного мозга. В более поздний период, когда цистицирки обезвыстряются, их можно обнаружить с помощью обычных энгологических исследований. При внутриглазной локализации, если среды глаза прозрачны, цистицирк хорошо виден при биомикроскопии или офтальмоскопии, как прозрачное кистозное образование с легкой жемчужной окраской. В случае помутнения сред глаза и невозможности офтальмоскопии, эффективными могут оказаться ультразвуковые методы диагностики. При цистициркозе подкожные клетчатки диагноз устанавливают рентгенологически. Если необходимо, производят биопсию цистициркозных узлов. Профилактика личная, тщательная термическая обработка свинины, приобретение мяса только на рынках или в магазинах, где оно проходит санитарно-ветеринарный контроль. Профилактика цистициркоза, соблюдение правил личной гигиены. Общественная профилактика, выявление и лечение всех больных тениозом, санитарно-просветительная работа с населением, благоустройство населенных пунктов, обеспечение санитарного надзора за содержанием и забоем свиней, а также ветеринарный контроль мяса. Учитывая высокую устойчивость цистицирка в цепне свиного к низким температурам, обеззараживание свиных туш методом замораживания производят при более жестком температурном режиме. Температуру в толщи мышц свиной туши необходимо довести до минус 10 градусов Цельсия и выдержать при температуре воздуха в камере минус 12 градусов Цельсия в течение 10 суток. Следующий представитель. Цепень бычий или невооруженный. Тениоринхус сагенатус. Систематическое положение. Домен эукариота, царство анималия, подцарство эуметазо, тип плотельминты, склад цистеде, отряд циклофилида, семейство тениида, род тениоринхус, вид тениоринхус сагенатус. Тело бычьего цепня состоит из 1000-2000 членников. В половозрелой стадии бычий цепень достигает длину 4-7 метров, сколекс до 2 мм в диаметре, округло-квадратной формы, содержит 4 присоски без ключев, название невооруженный. В средней части тела находятся гермафродитные членники квадратной формы. Матка не разветвляется, яичник имеет только две доли, в каждом членнике до 1000 пузыревидных семенников. В задней части тела зрелые членники прямоугольной формы размером 20-30 на 12 мм, заполненные замкнутой маткой с 17-35 буховыми ответвлениями. В матке находятся яйца, окруженные тонкой оболочкой. Внутри их содержится шестикрючный зародыш онкосфера. Зрелые членники могут двигаться и выползать из анального отверстия человека самостоятельно. Гермафродитные зрелые членники. Гермафродитный членник, две доли яичника, зрелый членник, матка с 17-35 ответвлениями. Цикл развития. Окончательный хозяин – человек. Из его организма выходят зрелые проглотиды, отрывающиеся от стробилы. Попав во внешнюю среду, проглотиды некоторое время ползают по почве, рассеивая яйца, в которых уже имеются инвазионные личинки. Яйца могут быть случайно проглочены промежуточным хозяином, крупным рогатым скотом, в кишечнике которого выходят шестикрючные личинки онкосферы. Онкосферы пробуравливают стенку кишки, стоком крови и лимфы, разносятся по всему организму, в том числе и в мышцы, где превращаются финны – цистицерки. Для продолжения жизненного цикла необходимо, чтобы зараженное мясо съел человек. В пищеварительной системе человека из финны выворачивается головка, которая прикрепляется присосками к слизистой оболочке тонкой кишки. Затем начинается рост стробилы. Тениоринхоз – гельминтоз, который проявляется преимущественно с диспепсическими расстройствами и активным выходом отчленников паразита из анального отверстия. Менее опасен, чем тениоз, так как не дает осложнений в виде цистицеркоза. Патогенное влияние на организм хозяина заключается в эффекте отнятия пищи, интоксикации продуктами жизнедеятельности паразита, нарушении баланса кишечной микрофлоры, дисбактериозе, нарушении всасывания и синтеза витаминов, механическом раздражении кишечника, возможном развитии кишечной непроходимости, воспалении стенки кишки. Больные люди теряют веси, у них отсутствует аппетит, их беспокоят боли в животе и нарушения деятельности кишечника, чередование запоров и поносов. Важное эпидемиологическое значение имеет длительность обитания паразита в организме человека несколько десятков лет и ежесуточное выделение 5-8 членников. Лабораторная диагностика Так как у бычьего цепня матка замкнутая, то яиц в испражнениях больного часто не находят, поэтому при диагностике исследуют большое количество фекалий с целью обнаружения членников бычьего цепня. Характерная особенность зрелых членников – разветвленная матка, имеющая 17-35 пар боковых ответвлений. Овагин-минтоскопию не применяют, так как яйца нельзя отличить от яиц свиного цепня. Профилактика Личная – не покупать мясо, не прошедшую экспертизу, не употреблять в пищу плохо проваренное или прожаренное мясо. Общественное – мероприятие, предупреждающее заражение крупного рогатого скота, выявление и лечение больных, особенно работающих в животноводстве, постройка уборных, охрана территории от загрязнения фекалиями человека. Мероприятия, направленные на предупреждение заражения человека, это организация ветеринарной экспертизы, осмотр туш крупного рогатого скота на мясокомбинатах, бойнях, рынках с последующей выбраковкой и утилизацией. Карликовая цепень Систематическое положение Домен эукариота, царство анималия, подцарство эуметазоа, тип плотельминтес, класс цистедея, отряд циклофилида, семейство гименолепидиды, рот гименолепис, вид гименолепис нано, карликовая цепень. Карликовая цепень Чирь небольших размеров 5,30 на 0,55 мм, сколик с величиной 0,25-0,3 мм, содержит 4 мышечные присоски и втяжной хоботок с венчиком кутикулярных крючев. Струбила образована двумя стами чрениками. В гермафродитных члениках содержатся шаровидные семенники, яичник, лопастный желточник, зрелые членики трапециевидной формы, ширина члеников больше длины, зрелые членики заполнены маткой мешкообразной формы, разросшаяся матка, слепозамкнутая, заполнена яйцами порядка 200. Отделившиеся зрелые членики могут разрушаться в самом кишечнике. Карликовый цепень биогельминт развивается без сменных хозяев. Яйца гельминта, занесенные грязными руками на пищу, а затем в желудочно-кишечный тракт, где под действием желудочного сока теряют свою оболочку. Из них выходят анкосферы, шестиключные зародыши, которые при помощи фермента гиалуронидазы разрушают соединительную ткань ворсинок тонкого кишечника. Там они превращаются в цистициркоидов, которые находятся в ворсинках около недели. За это время полностью заканчивается сколексогенез. Сформированные личинки покидают ворсинки, при этом разрушая их. Головки цистициркоида выворачиваются и с помощью крючев прикрепляются к ее слизистой оболочке. Через 14-15 дней они превращаются во взрелого гельминта. На 17-19 день после заражения в фекалиях появляются яйца. Довольно часто при гиминолепидозе происходит аутореинвазия. Гиминолепидоз распространен повсеместно и чаще в районах сухим и жарким климатом. Окончательный и промежуточный хозяин один организм. Карликовый цепень паразитирует в организме человека, грызунов, некоторых насекомых. Половозрелая стадия у человека локализуется в тонком кишечнике. Цистициркоиды в ворсинках кишечника лимфатических сосудов брюжейки болеют преимущественно дети. Гиминолепидоз – кишечная инвазия, вызываемая карликовым цепнем. Гиминолепис нано. Это заболевание преобладает у детей, в ряде случаев имеет тяжелое длительное течение. Гиминолепидоз занимает в мире одно из первых мест среди всех цистодозов детского населения. Современная герментология накопила богатый клинический экспериментальный материал, красноречиво свидетельствующий о патогенной роли карликового цепня. Однако некоторые важные аспекты в развитии этого заболевания и особенно морфологии карликового цепня длительное время оставались недостаточно изученными. В частности, механизмы проникновения зародышей карликового цепня, онкосфер, ворсинки тонкого кишечника, а также причины возрастной резистентности, гиминолепидоза у детей старшего возраста и взрослых. Долгое время не было единого мнения о том, объясняется ли меньшая пораженность гиминолепидозом у этой группы населения гигиеническими навыками, следствием постинвазионного иммунитета или особенностями строения ворсинок тонкого кишечника, где развиваются личинки данного герминта, цистициркоиды. Весомый вклад в изучение гиминолепидоза был внесен сотрудниками нашей кафедры. Этим вопросом в 70-х годах 20-го века занималась доцент кафедры биологии Крымского государственного медицинского института Полякова Нелюбина Эмма Георгиевна. Ею были исследованы с применением методов гистохимии и цитофотометрии основные аспекты данных вопросов, в том числе природы секрета онкосфер, который необходим для проникновения ворсинки тонкого кишечника. До этого никто в мире из занимающихся этим вопросом не использовал гистохимических методов. Экспериментами, проводимыми на белых мышах, у некоторых также отмечается возрастная резистентность к гиминолепидозу. Было доказано, что онкосферы карликового цепня при внедрении ворсинки тонкого кишечника выделяют фермент гиалуронидазу, который способен разрушать гиалуроновую кислоту, содержащуюся в структуре ворсинок в тонком кишечнике в раннем возрасте. А по мере взросления увеличивается степень коллагенизации соединительной ткани, которая препятствует разрушению ворсинок, проникновению в них цистеркоидов, карликового цепня. К тому же у более старых мышей, как и у человека, увеличивается дегрануляция точных клеток, содержащихся в тонком кишечнике. В связи с тем повышается концентрация гипарина, что также способствует разрушению гиалуронидазы, находящейся в секрете онкосфер карликового цепня. Поэтому дети старше 7 лет и взрослые, даже при попадании в их организме из карликового цепня не заболевают гиминолипидозом. На эту очень важную тему была написана и успешно защищена Поляковой нелюбиной Эмой Георгиевной кандидатская диссертация. Болеют в основном дети и подростки. Это связано с тем, что у них недостаточно сформированы гигиенические навыки и кроме того соединительная ткань тонкого кишечника менее устойчиво к действию гиалуронидазы. Личиночные стадии разрушают ворсинки, а при соске крючья взрослого гельминта сдавливают эпители ворсинок, вызывая его повреждения. Гельминт выделяет вещества, лизирующие ткани. Морфологически выявляют атрофию ворсинок, некрозы слизистой оболочки, геморрагии и стончения мышечного слоя. Нарушается микрофлора кишечника, его ферментативная активность. Токсины гельминта могут вызвать аллергические реакции в организме хозяина. В клинически выраженных случаях больных беспокоят боли в животе, неустойчивый, кажется, образный стул, снижение аппетита, тошнота, головная боль, слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, снижение памяти, судорожные мышечные подергивания, в редких случаях эпилептифорные припадки. Нередко наблюдается снижение массы тела, умеренная эзенофилия, увеличение соя. Описаны аллергические проявления в виде крапивницы, зудящей сыпи, базомоторного ринита, конъюнктивита, отеки квинки. Диагностика. Стандартный анализ кала на яйца гельминтов, копровоскопия, анализ кала на геменолепидоз. Это золотой стандарт диагностики данного заболевания. Информативность исследования повышается с увеличением числа образцов кала от одного пациента. Минимум 3. Интервал между обследованиями 7-14 дней. Он зависит от жизненного цикла паразита. Рекомендует создавать анализ кала на геменолепидоз свежим не позднее 40-60 минут напрямую в лабораторию, так как при нахождении во влажной среде яйца склонны менять форму и деформироваться. Диагноз геменолепидоз ставят при выявлении яиц гельминтов в фекалиях. Овагельминтоскопия. Используют методы Каланториана, Фюлеберна, Като. Профилактика. Общественная санитарно-просветительная работа. Выявление лечения больных геменолепидозом. Личное – это соблюдение правил личной гигиены. Следующий представитель Лентец Широкий. Дифилоботриум латум. Систематическое положение. Царство Анималия, подцарство Эуметазо, Типлотельминтес, Класс ССТД, Отряд Псиодефелиды, Семейство Дифилоботрииды, Рот Дифилоботриум, Вид Дифилоботриум латум. Лентец Широкий. Лентец Широкий Биогельминт. Имеет стробилу длиной до 15 метров и более. Скорик с длиной 2-2,5 мм. Сплющен с боков, удлинен овальной формы. Имеет две продольные присасывательные щели, Ботрии, которыми паразит прикрепляется к слизистой оболочке тонкого кишечника. Шейка узкая, не сегментированная, короткая до 10 мм. Конечные зрелые членики укорочены, широкие. В центре находится извилистая матка в виде розетки, коричневого или желтого цвета, заполненная яйцами. Матка имеет выводное отверстие, через которое яйца свободно выделяются в кишечник окончательного хозяина. И поэтому они всегда содержатся в значительном количестве в испражнениях больного. Струбила содержит 3000-4000 коротких и широких члеников. Лентец широкий представлен. Здесь сколик с ботриями, зрелые гермафродитные членики. Цикл развития. Окончательный хозяин паразита-человек, реже собака, кошка, свинья и некоторые млекопитающие дикой фауны, в том числе медведи, лисы, песцы. Черви локализуются в тонком кишечнике. Яйца с фекалиями хозяина выводятся наружу и для дальнейшего развития должны попасть в воду. Через 3 недели из яйца выходит ресничная личинка, карацидий, активно плавающая в воде. Карацидий имеет шарообразную форму, упокрыт ресничным эпителем, под которым находится шестикрючная онкосфера. Первым промежуточным хозяином служат веслоногие рачки, циклопы и диаптомусы. Они проглатывают карацидиев. В их пищеварительном тракте онкосфера освобождается от ресничного покрова и проникая с помощью крючев через стенку кишечника в полость тела развивается в личинку проциркоид. Последний имеет удлиненное тело. На заднем конце расположен характерный округлый диск с крючами. Стадии жизненного цикла дефилоботриум латум, яйцо, карацидий, проциркоид в теле циклопа, плероциркоид в теле рыбы. Второй промежуточный хозяин рыба инвазируется, поедая зараженных рачков. Рачки перевариваются в проциркоиды, проникая через стенку желудка в полость тела, мышцы и другие органы рыбы. Здесь из них развивается финоплероциркоид. Последний имеет вид стержня, на переднем конце которого находится сколекс с двумя присасывательными щелями бодрими. Плероциркоиды встречаются только в некоторых видах рыб – щуках, налимах, окунях, ершах и лососевых. Было установлено, что когда крупные хищные рыбы поедают мелких, то плероциркоиды переселяются в тело хищника. Поэтому хищных рыб называют дополнительными хозяевами, так как в них происходит накопление паразита. Человек заражается, съедая рыбу, инвазированную живыми плероциркоидами. Часто заражение происходит при употреблении свежепосоленной щучьей икры или недостаточно прожаренной рыбы. У населения северных районов страны существует обычай есть строгонину – тонко нарезанную замороженную рыбу. При такой обработке рыбы плероциркоиды остаются живыми. В пищеварительном тракте человека они прикрепляются ботриями к слизистой оболочке и растут в длину. Через несколько дней тело плероциркоида сегментируется одновременно по всей длине. В каждом щеннике развивается гермафродитный половой аппарат и начинается выделение яиц. Цикл развития лентеца широкого окончательные хозяина – млекопитающие, человек, медведи. Дальше яйцо выделяется из окончательного хозяина, карацидий, проциркоид в рачке циклопа, плероциркоид в организме рыб. Человек заражается, поедая рыбу, зараженную плероциркоидами. Дефилайбатриоз – это гельминтоз, распространенный в районах с развитым рыболовством. Очаги регистрированы в Карелии, в Сибири – бассейн рек Опени, Сейлена, на Дальнем Востоке, а также в бассейне Волги. Человек заражается при употреблении в пищу сырой и полусырой рыбы или свежей просоленной икры. При солении, мариновании, жарке рыбы, плероциркоиды погибают. Возбудитель дефилопатриоза – дефилоботриум латум. Ленточная форма паразитирует в тонком кишечнике человека и млекопитающих. Живет до 28 лет. Дефилобатриоз – опасное заболевание. Паразит ущемляет своими присасывательными щелями слизистую тонкого кишечника и вызывает ее омертвение. За счет больших размеров гельминта может быть кишечная непроходимость. Паразит потребляет питательные вещества из кишечника, а человек их не получает, в результате чего у него развивается истощение. Интоксикация является следствием выброса в кровь токсических продуктов в жизни паразита. Часто возникает дисбактериоз, так как паразит находится в антагонизме с нормальной кишечной микрофлорой. На своей поверхности лентец широкий ацсорбирует витамин В12 из кишечника, что приводит к возникновению В12 дефицитной анемии. Поэтому лентец широкого называют ложным гематофагом. Диагностика заключается в обнаружении яиц зрелых членников широкого лентеца в фекалиях, овагельминтоскопии и гельминтоскопии. Яйца широкого лентеца, широкие, овальные, размером до 70-45 микрон, желто-коричневого цвета. На одном полюсе они имеют крышечку, на другом небольшой бугорок. Зрелый членик содержит матку характерной розетковидной формы. Профилактика. Личная, тщательная термическая обработка рыбы. Плероциркоиды достаточно устойчивы. Погибают при минус 15 градусах Цельсия в течение суток, при минус 4-6 градусах в течение 9-10 суток. Высокие температуры для них более губительны. Плероциркоиды погибают при плюс 55-60 градусах. Поэтому рекомендуется прожаривать рыбу не менее 20 минут, а крупные куски не менее 30-40 минут. Солевые рыбные продукты допускаются к употреблению при содержании соли в конечном продукте не менее 9%, так как в этом случае Плероциркоиды гибнут. Общественное. Выявление и лечение больных дефилобатриозом. Массовая плановая дегельминтизация лиц, инвазированных лентецом, которая проводится под руководством санитарно-эпидемиологических станций. Проведение. Санпросвет работы среди населения. Охрана водоемов от фекального загрязнения. Следующий представитель. Эхинокок принадлежит классу цистеидея, роду циклофилида, семейству тинеида, вид Эхинококус грануллосус. Тело Эхинокока достигает длину 3,4-6,2 мм, ширину 0,27-0,98 мм. Состоит из головки, сколекса, шейки и 3-4 членников. На сколексе 4 присоски, хоботок с двумя венчиками из 38-40 крючев. В последнем членнике находится матка с боковыми ветвями, содержащими 400-800 яиц. Личинка Эхинокока, пузырь диаметром от 1 мм до 40-50 см и более. Оболочка Эхинококового пузыря состоит из трех слоев. Защитного, образованного тканью хозяина, кутикулярного и герментативного, зародышево или воспроизводящего. Внутренняя полость пузыря заполнена жидкостью. Последний слой способен воспроизводить дочерние пузыри. На внутренней поверхности их образуются выводковые капсулы, в которых развиваются зародышевые сколексы. Цикл развития. Так, Эхинокок представлен и строение Эхинокока стробила, протосколекс, венчик с ключами, зрелые членики онкосферы и ключи. Эхинококус, гранулесус, биогерминт. Эхинокок по взрослом состоянии паразитируют в кишках окончательного хозяина, собаки, волки, шакалы. Зрелые членики выделяются с фекалиями во внешнюю среду, ползают по траве, земле, шерсти животных, рассеивая яйца. Человек может заразиться при контакте с собакой, больной Эхинококозом. В этом случае он становится промежуточным хозяином, так как в его организме, чаще всего в печени, развивается личиночная стадия Эхинококовый пузырь. Человек является тупиковой ветвью в развитии Эхинококоза. Промежуточными хозяевами могут быть также такие животные, как коровы, свиньи, лошади, лоси. Собаки заражаются при поедании органов с Эхинококовыми пузырями больных животных. Альвиакок многокамерный Альвиакокус мультилокулярис Альвиакокоз тяжелая хроническая с длительным течением и прогрессированием заболевания. Возбудитель Альвиакокоза ленточный гельминт Альвиакок многокамерный. На стадии половозрелости мало чем отличается от Эхинокока. Паразитируют в тонкой кишке песца, лисы, собаки из редковолка. Развитие Альвиакока до половозрелой стадии в кишечнике окончательного хозяина продолжается 28-35 суток, начиная с 33-х суток выделяются яйца с 53-70 дня начинают выделяться членики. На стадии личинки паразитируют у человека рыжей полевки, андатры и других. Взрослая цистода малых размеров 1,45-3,05-0,25-0,48 мм. Сколикс имеет 4 присоски с двойной венчиком крючьев. Матка мешкообразной формы без боковых выростов содержит от 135-400 яиц. Личинка Альвиакока состоит из большого количества пузырей диаметром от 300 микрон до 5-8 мм, покрытых фиброзной тканью. В каждом пузыре содержится сколикс. Личинка Альвиакока присущ экзогенный и инфитеративный рост. Жидкости в пузыре Альвиакока очень мало. Оболочка его образована внутренней зародышевой и внешней хитиновой оболочками. Эхинококоз это гельминтоз, вызываемый паразитированием ленточных червей рода Эхинококоз, приводящий к инвалидности летальным исходам. Основные формы Эхинококоза кистозный и альвиолярный. Кистозная форма Эхинококоза развивается в результате инфицирования личиночных стадий Эхинококоз гранулесус. При этой форме заболевания в большинстве случаев поражаются печень и легкие, но также встречаются случаи поражения других органов. Заболевание долгое время может иметь скрытое течение. В результате роста кист инфицированный Эхинококозом человек начинает ощущать дискомфорт в верхней части живота или груди. Присоединяется тошнота, рвота или кашель. Разрыв кистозной оболочки может привести к развитию аллергической реакции и летальному исходу. Альвиолярная форма Эхинококоза развивается в результате инфицирования личиночной стадии. Эхинококос мультилокулярис Эта форма представляет гораздо большую угрозу для человека, чем кистозная. При такой форме образуются опухоли в печени с метастазированием в легкие, в мозг и другие органы. При отсутствии лечения альвиолярная форма Эхинококоза смертельна. Заболевание долгое время протекает в латентной стадии и поражение органов обнаруживается спустя годы, как правило, во время плановых медицинских осмотров. Независимо от локализации паразита в организме, Эхинококоз проходит в своем развитии три стадии. Бессимптомную, стадию клинических проявлений, стадию осложнений. Течение латентного периода начинается от момента внедрения онкосферы в ткани и продолжается до тех пор, пока не появляются первые клинические признаки эхинококоза. Во время стадии во второй стадии больных беспокоят боли в месте локализации кисты, слабость, крапивница, кожный зуд, а также специфические симптомы. В стадии осложненного эхинококоза может произойти разрыв кисты и их стечение содержимого брюшную или плевральную полость с развитием перитонита и плеврита. При нагноении эхинококовой кисты наблюдается лихорадка, тяжелая интоксикация, сдавление кистой органов и тканей может вызывать развитие механической желтуги, осыта, вывихов, патологических переломов. Диагностика эхинококоза. Как правило, подозрение на эхинококоз печени возникает при выявлении таких клинических данных, как наличие опухолевидного, медленно растущего образования в печени, малоболезненного при пальпации, жалобы больного на нарастающую слабость, тупые давящие боли в правом подребе и тошноту, снижение аппетита. Подозрение на эхинококоз легких возникает при наличии бронхолегочной патологии, кашель, периодическое кровохарканье, повышение температуры, интоксикационный синдром, боль в груди, повышенная потливость при исключении туберкулезной патологии. Изменения гемограммы при эхинококозе малоспецифичны. У части больных отмечена умеренная анемия, эзенофилия, увеличенная соя. Эхинококоз головного мозга характеризуется гипертензивным синдромом и очаговой неврологической симптоматикой, нарушением чувствительности, порезами конечностей, эпилептифорными припадками. При эхинококозе сердце беспокоит загруденные боли, напоминающие стенокардию. Настораживает эпидемиологический анализ, контакт с собаками, охотничий промысел, характер профессии, обработка шкур животных, стрижка овец, меховое производство. Эти данные являются основанием для инструментального и иммунологического обследования. Инструментальные методы позволяют выявить не только наличие патологического образования, но и его форму, размеры и топографию. Среди методов исследования наиболее эффективны ультразвуковое исследование, радионуклеидное сканирование печени, лабороскопия, компьютерная томография. Рентгенологический метод исследования имеет важное значение в диагностике хинококоза легких, но мало эффективен при хинококозе печени. При рентгенографии хинококовая киста легких выявляется в виде тени округлой формы с четким контуром. Иногда наблюдается изменение формы тени при дыхании. Лабораторный метод диагностики хинококоза внутрикожная аллергическая пропа козони. Реакция связывания фермента методом иммуносорбции. Эффективность метода приближается к стопроцентному результату. Профилактика хинококоза общественная санитарно-просветительская работа ветеринарный контроль за животными особенно на пастбищах ограниченность зоны где разрешен выгул собак предотвратить потребление собаками органов животных с хинококовыми пузырями контроль численности бездомных собак своевременно проводить дегерметизацию домашних собак личная профилактика соблюдение правил личной гигиены при общении с собаками мыть руки с мылом и теплой водой после контакта с собаками и перед едой спасибо за внимание будьте здоровы